Еще несколько месяцев тому на Агумской светотехнице казали об недозагруженности в творческих могутностях и довольно значимых финансовых проблемах. Нельзя сказать, что тут не предпринимали никаких мер, а не завсюду и не завершались успехом. Например, дитящее кресло для автомобилей оказалось неконкурентно с дольными пацанем и крыху горшими по якости за замежные аналоги. У Вогули зараз завод специализуется одразу по некоторых направлениях. От в творчестве садового инвентаря и специальных счетов для шмоткватерных жилых домов до светотехники и креслов. А пошними оснащали у приватности стадионы у Гумили Борисове, а так само Минской арену. А тому новый заказ на предприемстве восприняли с радостью. Есть как необходное обсталивание, так и подрактованные кадры. Мы делали Чижовку, Минскую арену, поэтому просто восстановили навыки. Люди практически остались те же. Ну так, работа сложная. Главное, что люди есть, которые это делали, которые это делают сейчас. Объем заказа больше 22 тысячи креслов. Утымлих около 600 специальных для ВИП-секции. Выконать все запланованные работы на светотехнице меркуются до конца жнивня. После чего гуминские специалисты усталивают сядения на столичном стадионе. До речи, для таких креслов существуют достаточно жесткие потребования. Их вага, например, может отхиляться от продвиженной документации у всего на 20 граммов. Термопласт автомат на светотехнице наблюдаю в 2010-м. В принципе, на таком обсталевании можно выраблять довольно широкий спектр продукции. Вот с такими плафонами мясовой вытворчести, например, в свой час оснастили гуминскую систему вылечного осветления. Миноваты на этом обсталевании на светотехнице сегодня ведутся основные работы. При этом на заводе им нужно минимизовать затраты. По этой причине порошковая фарбовка крестов проводится только ночью. Процесс вельми энергозатратный, а в этот час электроэнергия больше танная. Непосредственно сумму контракту на предприемстве не называют, але кажут, что выигранный тендер дозволить значно полепшить экономичную ситуацию. Занять людей, всех, и не просто зрячих, но и инвалидов по зрению, очень помог занять. И помог нам в финансовом состоянии. У дальнейших планах предприемства оснащение стадионов у Житковичах и Ивасевичах, правда, отремание гэтых заказов у значной ступени будет залежать от махчимостью мясовых бюджетов, але у любым выпадку тут будуть активно шукать новые махчимости для организации занятостей работников, больше 60% у яких складают инвалиды по зроку. Олег Синчаров, Валерий Копанько, Телерадо Компания Гомель.